Строительство школы и детского сада в микрорайоне Соболевка, незаконное увольнение с государственной службы, рейдерский захват предприятия. Лишь часть вопросов, решение которых принимает участие Константин Затулин. А на болевшем пришла поговорить с депутатом Госдумы и Гузель Гельманова. Я живу в бараке до 1917 года строения. Комната моя всего 10,7 квадратов, сокольная, северная сторона. Жить там невозможно, вентиляции никакой. Дом, по словам женщины, аварийный. Правда, официально таковым его пока не признали. Для этого жильцам дома надо обратиться в районную администрацию с соответствующим заявлением. У жилищной проблемы Гузели Гельмановой есть еще один выход. Она может претендовать на получение жилья как инвалид детства второй группы. Юристы приемной Затулина окажут ей помощь по обоим направлениям. Помогут составить заявление о признании дома аварийным, а также разберутся в соответствующих инстанциях с вопросом очередности на льготное жилье. Приемы носят традиционный характер. Люди приходят со своими проблемами. Часто эти проблемы очень трудно разрешимы, особенно жилищные, когда дело касается, скажем, продвижения очереди, которая не двигается, или решения судеб ветхого жилья, или претензий, связанных с долгостроями и самостроями. Но даже такие сложные вопросы депутаты и его помощники стараются разрешить в пользу горожан. И не только в Сочи. Сочинский округ также входит в Белореченский и Абширонский районы Краснодарского края. В ближайшие дни Константин Затулин проведет прием граждан и в этих муниципалитетах. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.